Музыка Что нашим предприятиям мешает быть доминантой на нашем же отечественном рынке? Здесь надо понимать, что те объемы, которые производят предприятия легкой промышленности, они все-таки... 55% это было экспорта в доле. Поэтому сегодня мы бы с радостью насытили внутренний рынок, но сегодня в условиях конкуренции, поверьте, это непросто. Когда мы слышим о том, что они не выдержали конкуренцию, то, собственно, не выдержали конкуренцию с кем? У нас с каждого жителя Литвы в страну везли по 10 килограммов секонд-хенд. Нужно определить, если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то будьте добры, продавайте тогда товары именно бывшие в употреблении, а не под видом стоковой одежды. На сегодняшний день у нас этого разграничения, к сожалению, нет. И, возможно, вот здесь вот есть именно определенный правовой пробел. Мы много работаем для того, чтобы найти новые технологии, привлечь специалистов, подсмотреть у конкурентов и так далее. Ну и понятно, что мы находимся, учитывая, что мы страна без, так скажем, такой газовой составляющей, мы зарабатываем только своим интеллектом, своими мозгами. Важно, что мы здесь услышали, что для того, чтобы наши предприятия легкой промышленности работали, приносили, платили налоги, приносили пользу тем, кто работает на этих предприятиях, это добросовестная конкуренция, как мне показалось, сегодня это проходило красной линией. Продолжение следует... Мы сегодня поговорим с и представителем предприятий, и представителем государственных органов. У нас за круглым столом Светлана Кокром, начальник управления внутренней торговлей и выставочной деятельности Беллэкпрома. Михаил Жигало, начальник управления организацией торговли и общественного питания, Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Предприятия-производители у нас присутствуют Андрей Сериков, генеральный директор МАК Формель, и Иван Турчак, генеральный директор Блакита, и также Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты прав потребителей, и Андрей Шашков, заместитель начальника главного управления организацией таможенного контроля Государственного таможенного комитета. Ну что ж, коллеги, давайте начнем. Сейчас в мировых СМИ основной темой, вокруг которой закручиваются, наверное, большинство сюжетных линий, является коронавирус. Эксперты анализируют, как он отразится на экономике мировой и на экономике отдельных стран, на экономике отдельных отраслей. Страны закрывают границы, нарушаются производственные цепочки, и мы, как открытая страна, не можем игнорировать происходящее вокруг нас процессы. Так вот, хотел бы спросить у наших участников круглого стола, как коронавирус повлиял на наше предприятие на легкой правительственности. Давайте, может быть, начнем со Страны Владимировны. Давайте начнем с меня. Действительно, так как ситуация достаточно сложная с коронавирусом, и дабы избежать паники, потому что президент нас призывает, паниковать не надо, да, наши предприятия очень быстро включились в эту работу, и порядка 15 предприятий концерна сегодня производят марлевые повязки. Они четырехслойные, на основании технических условий и СТБ производятся... Вот у меня пример есть. Да, да, да. Это пример ленты, наверное, наши. Маски делаются, да. Маска делается у нас, да. Да, эти маски делаются у нас. У нас Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение производит свою марлю, и из этой марли наши швейные предприятия, я говорю, что производят именно вот эти марлевые повязки. Есть еще одно предприятие «Лента». Они делают бинты, и маски делаются и из марли, и из бинтов. Так что, насколько я знаю, Ивана Григорьевича, машина по производству марли работает вообще почти круглосуточно. Ну, на самом деле, да, мы увеличили выпуск марли в 20,5 раза, по сравнению с тем, скажем так, до коронавирусных явлений, да. Ну, и сейчас у нас еще дополнительно мы выпустили на рынок ткань специальную, с специальными обработками, которые заменяют, в том числе марли. Я думаю, что в ближайшее время мы, если какой-то ажиотаж и остался, мы попробуем его достаточно для нас бить. Количество выпускаемых повязок увеличили в десятки раз, по сравнению с тем, что было до этого. Поэтому, как бы, в части вот этой, скажем, такой аварийной ситуации все работают. У нас организована работа практически в режиме 24 на 7 круглосуточно, и каждый день отгрузки идут и в субботу, и в воскресенье. И предприятия концерна, на самом деле, работают в этом направлении, перестроить достаточно оперативно и работают усиленно. Сколько на сутки производится? Мы стремимся сейчас к 500 тысяч масок в день. Это на пределе работаем? Я просто почему спрашиваю? Вот Франция заказывает у Китая миллиард масок, да, спрос из других стран высокий на эту продукцию. Мы можем обеспечивать не только наши внутренние потребности, но и потребности на внешнем ходе? Я скажу так, сейчас для нас стоит задача это обеспечить собственное население и собственную потребность. Для того, чтобы народ нашей республики имел возможность приобретать маски в аптечных сетях, как государственной формы собственности, так и частной формы собственности. На этом мы в первую очередь делаем акценты. Хорошо, но... Мы сейчас даже подключаем уже и частный бизнес, который вот и Солопинск, и обращаются сейчас тоже предприятия, у кого на сегодняшний день не загружены мощности, но есть швейное оборудование, есть швеи, и быстро перепрофилируем их на выпуск этих масок. А вы, Геннадий, участвуете в этом процессе? Мы не в этом, мы выпустили свою собственную коллекцию масок из таких, можно сказать, молодежных. Но, безусловно, мы сейчас стараемся ослаивать новые виды продукции, связанные с последней пандемией. Хорошо. Мы сейчас вот проговорили про маски, как самый очевидный массовый продукт, который пользуется спросом и у нас, и за рубежом. Но, когда мы говорим о легкой промышленности и влиянии на нее коронавируса, здесь мы вправе более широко ставить вопрос, потому что, как я говорил, за рубежом разрываются производственные цепочки, границы закрыли. Это, наверняка, тоже и на нас сказывается. Вот просто, если обратиться к фактуре, наверное, я спрашиваю у государственного таможенного комитета, Андрей Борисович, повлияло ли ситуация с коронавирусом на товаропоток, который идет к нам и уходит от нас? Детальный анализ, конечно, еще не проводился объективно, но, тем не менее, мы все понимаем, что все страны закрыли свои границы, практически все страны. Движение физических лиц закрыто, в принципе, движение водителей транспортных средств, грузовых транспортных средств пока что еще открыто. Это, естественно, контрактные отношения, они под вопросом многие, но таможня пока на сегодняшний день делает максимально возможное, то есть у нас первоочередное оформление таких транспортных средств, которые везут товары вроде повязок, да, там подобное. Хорошо, а наши производители, у вас всего хватает сырье, то, тех элементов вашего бизнеса, которые завязаны на поставки из-за рубежа? Мы можем сказать по нашему предприятию, мы видим, что сейчас границы для водителей грузовиков открыты. Например, один из наших странно-основных поставщиков – Турция, в которой мы закупаем сырье. На сегодняшний день при возвращении водителя на территорию Турции на две недели закрывают его на карантин. На сегодняшний день сырье есть, но, собственно, его привезти невозможно. И мы видим, что в течение ближайшего месяца у нас сырье подойдет к концу. Я добавлю, то же самое, на самом деле, не только Турция. Фактически Европа на сегодняшний день приостановила отгрузки, то есть запасов где-то у нас на полтора-два месяца. Там, где еще отгрузки есть, например, с Турцией, та же Средняя Азия, все упирается в эти карантинные мероприятия, которые на границах. Если раньше у нас сырье доходило от Средней Азии в течение недели-десяти дней, то сегодня это составляет не менее месяца. Поэтому в этой части, конечно, дополнительные вызовы, в части обеспечения базовым сырьем. И в этой части, конечно, трудности определенные будут возникать. Пока мы стараемся это минимизировать, скомпенсировать внутренними мероприятиями, но проблема есть. А на ассортименте товаров в торговле это как-то отразилось? Вообще на работу торговли, которая занимается именно вот этой категорией товаров производства в этой промышленности? Смотрите, добрый день, коллеги. Если говорить вообще в целом именно о потребительском рынке, то на данный момент мы не наблюдаем какого-то повышенного ажиотажного спроса. Именно на данные товарной группы, которые мы обсуждаем сегодня. Ну, понятно, за исключением массы по объективной причине. Что касается непосредственно, скажем так, оптового звена, то мы мониторим в рамках своей компетенции товаропотоки. И наблюдаются определенные, конечно, сбои в поставках, но это, на наш взгляд, обусловлено в том числе объективными факторами. То есть нельзя сказать о том, что сырья нет вообще, либо оно не поступает в страну. Присутствуют объективные логистические сбои, то есть где-то, возможно, задержка поставки. Но в целом, как бы, товар непосредственно именно в рамках оптового звена поступает в республику. Понятно, границы закрыты многими странами. Это, наверное, естественно. А потребители чувствуют какие-то вот веяния в связи с этим? Вы знаете, к сожалению, ведь наша организация для защиты пострадавших потребителей, приобретения каких-то товаров, работ, услуг. Вот в данном случае не информирует, что вот что-то намеревалось купить, а этого не оказалось. Вот это так. Товарная группа легкой промышленности, она, как правило, не является, не относится к товарам какого-то повышенного спроса, либо потенциально повышенного спроса, либо товарам первой необходимости. Поэтому на потребительском рынке на сегодняшний день, именно в розничном секторе, можно констатировать определенную стабильность. Но я немножко повторюсь, соответственно, за исключением масок. Понятно. Коллеги, 17 марта у президента было большое совещание с экономическим блоком, актуализированные задачи, среди которых, конечно же, приоритеты по-прежнему остаются. Это экспорт и импортозавречение. Вот в условиях, когда на внешнем рынке, наших традиционных рынках поставщиков, либо стран, куда мы поставляем свою продукцию, страны уходят на карантин, закрывают границы, сворачивают какие-то производства. Разве это не шанс для наших предприятий найти свою новую нишу, вот в этих вот новых условиях, которые, ну, рано или поздно вирус закончится, рано или поздно закончится кризис, вызванный этими обстоятельствами. Мы движемся, понимаем свои возможности в этом процессе. Что мы можем здесь делать? Ну, поверьте, что все наши предприятия очень хорошо понимают и емкость белорусского рынка, и наши предприятия на сегодняшний день сами развивают свою фирменную товаропроводящую сеть для того, чтобы в полном объеме удовлетворять покупательский спрос. Хотя в последнее время я хочу сказать, что очень непросто нашим предприятиям удерживать свои позиции сегодня на рынке. Мы мониторили вот смарт вместе и понимаем о том, что за последние три года продажи именно отечественных товаров, они начинают снижаться, то есть удельный вес товаров легкой промышленности, он уменьшается. Особенно это сказывается на обуви, трикотажных изделиях, и это заставляет нас задуматься. Предприятия используют все свои ресурсы и маркетинговые рычаги для того, чтобы, так сказать, присутствовать больше на внутреннем рынке. Но здесь надо понимать, что те объемы, которые производят предприятия легкой промышленности, они все-таки, 55% это было экспорта в доле. Поэтому сегодня мы бы с радостью насытили внутренний рынок, но сегодня в условиях конкуренции, поверьте, это непросто. Вы подняли важную проблему, да. Да, но я, наверное, все-таки добавлю перед тем, как перейти к второму вопросу. Реально, наверное, возможности будут появляться. Но, правильно сказал Михаил Валерьевич, мы не являемся продуктовыми продуктами или медицинскими товарами, за исключением масок, да. И понятно, что в этой ситуации рынок будет очень быстро падать и очень медленно восстанавливаться. И понятно, что в данной ситуации, наверное, правила игры на рынке надо было в этот период пересмотреть. Потому что сегодня, если оставить свою позицию такую, как было до этого, что мы находимся в рамках каких-то международных договоренностей, Евразийский союз, таможенный союз и так далее, прикрываться этим, то, наверное, предприятия не все доживут до конца этого кризиса. Поскольку в данной ситуации действительно нонфуд страдает в первую очередь, восстанавливается медленнее, чем все остальные рынки. И в данной ситуации как бы это как раз тот момент, когда надо пересматривать правила в целом, системообразующие правила в стране. Потому что сегодня, скажем так, что пока это чувствуют производители в первую очередь, наверное, где-то чувствуют ритейл, но пока вот с точки зрения госрегулирования это пока чувствуется слабо. То есть понятно, что надо и поддерживать с точки зрения, чтобы экономика сохранилась, чтобы промышленность сохранилась, с одной стороны. С другой стороны, немножко поменять правила игры хотя бы на короткое время. И в данной ситуации, если мы будем относиться к собственному рынку, как мы относились до этого, в том числе в работе с секонд-хендом, в том числе в работе с контрафактным товаром, то, наверное, в период снижения спроса многим добросовестным, добропорядочным производителям будет очень тяжело. А давайте вот здесь подробнее остановимся на этом вопросе. То есть что нашим предприятиям мешает быть доминантой на нашем же отечественном рынке? Я уже вот услышал от Ивана Григорьевича слово секонд-хенд. Это главная боль за наши предприятия? Это главная причина того, о чем говорила Светлана Владимировна, о том, что присутствие наших предприятий начинает... Ну, я бы не сказала, что это главная причина, но это одна из тех причин, которые сегодня действительно очень затруднительно нашим предприятиям в таких условиях работать. Слово мешает, плохое слово, на самом деле. Что мешает, а что помогает, давайте с этого говорить. А можно сказать, что вот Андрей Борисович сказал, что, допустим, в рамках таможенного регулирования настолько пристально будут смотреться ввозы товаров и так далее, это тоже повлияет на то, что товаров секонд-хенда будет приходить меньше. Как вы думаете? Ну, наверное. Я немножко отвлекусь от темы в историю. Где-то лет 13, около 13 лет тому назад, мы в Беларуси начинали такой проект устойчивого потребления для улучшения качества жизни. Это сейчас в устойчивом развитии как раз одна из целей, 12-е, это устойчивое потребление. А вот что это такое? Мы такие новички были. И, знаете, зарубежный эксперт нам сказала, что а что плохого, что товары секонд-хенда реализуются. То есть они прошли санитарную обработку, и почему нет, снижается нагрузка на производство, энергетические затраты и так далее. Вот, наверное, ну не совсем вам это будет приятно слышать. Но дело в том, что приобретая товары в секонд-хенде, значит, потребитель не выбрал отечественного производителя. Почему? Потому что, ну, что-то вот не соответствует какой-то фасон, что-то, ну, что-то вот, вот что-то в нем, значит, проголосовал копейками даже, копейками. Почему не выбрать отечественно? Поэтому наши производители всегда экономят на чем-то. Ну, в первую очередь, на рекламе. Ну, нельзя, это какие-то модные показы. Это что-то так для того, чтобы привлекать. И смотрите, то, что приобретено в секонд-хенде, это же не подлежит возврату, это, считай, хотя таких обращений, вопросов потребителей много есть. Дальше. Вы знаете, я, следуя принципам устойчивого потребления, я такой же потребитель, как все, я стараюсь обдумывать покупки и не совершать спонтанно. И вот чисто случайно я зашла в магазин отечественного производителя. Это настолько такие красивые вещи, что я не удержалась. Я за 26 рублей купила для своей маленькой внучки три платья. И когда, вот она вообще любитель платьев, и когда спрашивают, да, это наш отечественный производитель. То есть, ну, вот что-то, какие-то такие рекламные мероприятия проводить и показывать, что у нас вот так. После второй части вашего выступления даже производителям, наверное, будет неудобно манировать по первой части. Первую часть вырезаем, а вторую часть вырезаем. Да, ну, это позиция Анны Владимировны, что за секонд потребитель голосует рублем. Ну, давайте услышим и другую сторону. Можно еще сказать, что преимущество, которое приобретает вот наши продукции в наших магазинах, что, ну, пришел домой, померил, не подошло. У тебя есть право, предоставлено законом, за счет прав потребителей, заменить, там, если размер, или обменять, или просто получить свои деньги обратно. Я наблюдаю, что Белый Легпром, ну, так, последовательно выступает с позицией, что сэнд надо ограничить, да. Ну, я так понимаю, эту позицию поддерживают и наши частные предприятия, да. Не входящие Белый Легпром. Не входящие Белый Легпром. Да, да, да. Ну, наша позиция достаточно простая. Пусть расцветают тысячи цветов. И, конечно, и предприятия секонд-хенд, и магазины могут быть, почему, если они существуют в рамках одинакового правового поля вместе с и производителями. То есть, если мы не сделаем полшага назад, мы понимаем, что для того, чтобы организовать производство, нужно, в первую очередь, инвестировать в основные средства. И в оборудование, научить персонал, здания и сооружения достаточно большие. Потом при производстве предприятие, промышленное предприятие занимается предпочтенным субсидированием. Они получают теплоэнергетические ресурсы дороже, чем физические лица в Республике Беларусь. И в разы, условно говоря, 265 долларов за тысячу кубов или 12 центов за киловатт электроэнергии. То есть, они уже субсидируют наших собственных потребителей. Но мы, почему, собственно, я понимаю, что волнует Белый Легпром, потому что мы в рамках очередного плана инвестиций решили изучить еще раз макросреду в Беларуси. И выяснили, что за прошлый год в стране потеряно 5000 рабочих мест. То есть, 5000 семей, а в основном это в небольших городах. Я попрошу коллег с Белты включить. Здесь презентация есть наших участников. Это факт. Когда мы слышим о том, что они не выдержали конкуренции, то, собственно, не выдержали конкуренцию с кем? То есть, представьте, малые города, Ашвеи, как правило, это женщины, потеряли работу. Почему они с кем не выдержали? Основные страны ввоза по статистике у нас Китай, Пакистан, Гондурас, Индия. Страны, которые не отличаются богатыми. Да, по секунду. У нас с каждого жителя Литвы в страну без липа 10 килограммов секонд-хенд. Это объективные данные. За последние... Илья Борисович, подтверждаете цифры? 48,5 тысяч тонн. То есть, мы тогда говорим миллионы долларов, это другое. Это цифры, на самом деле. Это на самом деле, да. Мы обращались и в ГТК, тоже нам предоставляли. То есть, надо понимать, что за последние 4 года количество секонд-хендов в страну увеличилось в 5 раз. До 48,5 тысяч тонн. А это в больше, чем 2 раза. Больше, чем все сырье, которое было переработано в Республике Беларусь, всеми предприятиями, включая текстильные. То есть, когда мы говорим о каких-то миленьких вещах, которые поношенные приехали, это одна. И это замечательно. Почему? Кэжиальные вещи. Это здорово. Вот на презентации смотрю, вот предыдущий слайд покажите. Просто обалденная цифра. Литва. Каждый житель Литвы отправил в РБ почти 10 килограмм одежды. Но это не Литвы, это европейская одежда. Это собрана как... Это в пересчете на страну и на... Ну, замечательно. Давайте еще раз подумаем над тем, что это в 2 раза больше, чем переработано сырья, пряжи, хлопка, синтетических волокон, льна всеми текстильными и швейными предприятиями, вместе взятые, включая и предприятия концерна, и не предприятия концерна. То есть, собственно говоря, она уже в пору создавать министерство по секонд-хенду. Ну, ведь так, если мы рассматриваем объемы? Ну, разговор Андрея Геннадьевича, надо было начать как бы с самого формулировки, что такое секонд-хенд, на самом деле, и чтобы подвинуться секонд-хенд, чтобы подвинуться секонд-хенд. То есть, надо говорить, все называть своими именами. Никто не против секонд-хенд. Это нормальное, как устойчивое потребление, безусловно. Конечно, желательно перерабатывать свой секонд-хенд и потреблять свой секонд-хенд, а не тот, который поносили там соседи наши, да? Да, это как раз было у меня мысль, но я ее потеряла. Мы ее сейчас разобьем. Это уже вторая история. Но что, что возится подвинуться секонд-хенд, я понимаю, что... Абсолютно верно. Вот я тоже хочу поддержать Ивана Григорьевича. Там будет предыдущий слайд, там будет виднее. Да, покажите предыдущий слайд, пожалуйста. То есть, собственно, когда мы заходим в магазин секонд-хенд, мы видим продукцию новую, размерными рядами. Ну, если мы говорим про секонд-хенд, то размерными рядами его никто не сдает. С этикетками. Я же не говорю, мы с собой привезли некое количество секонд-хенд. Покажите, какие у вас есть примеры. Это продукция этих магазинов, да? Собственно, они все с этикетками, с ярлыками, с циндой. Тем более, опять-таки, нательное белье... Не будет сюда неношено. Нижнее белье. Абсолютно верно, да. Все это говорит о том, что это новый товар, ввезенный в нашу страну? Нет, я не соглашусь с вами, что это говорит о том, что это ввезенный наш товар под видом секонд-хенд. В магазине секонд-хенд может продаваться что угодно. Это не говорит о том, что это было ввезено и оформлено, и прошло через таможенный орган. А через таможню это проходит как что? То есть, какие правила для этого товара? Как секонд-хенд, отдельный код товара по ТНВЭД, и должны быть признаки носки, без этикеток. И... Есть, есть, есть. Это может новая этикетка уже там... Коллеги, смотрите, давайте, чтобы средством массовой информации тоже не вводить заблуждение. Тут немножко такая, как бы, крайняя уже риторика пошла в адрес секонд-хенда. Тут нужно немножко глубже копнуть в проблематику, и надо все-таки разобраться. Мы говорим о товарах бывших в употреблении, либо мы говорим о стоковых товарах. То есть, это фактически товар новый. Да, вот. И все-таки что является проблематикой? Товары бывшие в употреблении, либо товары именно стокового характера? Вот. И это нужно четко разграничивать и понимать. Потому что, если мы говорим об ограничениях именно в отношении товаров бывших в употреблении, то мне, например, риторика производителя, ну, не совсем понятна. Давайте ограничим, примем какие-нибудь ограничительные меры именно в отношении товаров бывших в употреблении, именно по товарной группе легкой промышленности. Окей. Что быть с автомобилями бывшими в употреблении? Что быть с другими товарами? То есть, это нормальная сложившаяся практика, которая, в принципе, сформирована во всех странах, и каким-то образом принимать какие-то революционные меры в отношении, ну, на наш взгляд, как бы не совсем корректно. При этом существует проблематика, как я понимаю, постоковой одежды. А то, что она ввозится и поступает в Республику Беларусь под видом товара бывшего в употреблении. Абсолютно верно. Ну, сейчас однозначно не подскажу, но... Она не БУ, фактически, она новая. На новой, да, на новой... Прошлогодней, либо позапрошлогодней коллекции. Но она вводится именно под видом товара секонд-хенд, и это не есть правильно. То есть, на наш взгляд, тут немножко у нас, как бы, путаница началась в этой части. И проблема в том, что именно некоторые магазины, которые позиционируют себя как секонд-хенд, фактически реализуют именно стоковую одежду. То есть, это новая одежда, которая уже была в употреблении. И вот тут, на наш взгляд, необходимо именно принимать меры какие-то порегулирования. То есть, если говорить, вот уже вы коснулись немножко заявления концерна Белолекпром о том, что необходимо вынести магазины за черту города и так далее. На наш взгляд, ну, как бы так, мера немножко, она революционная в сегодняшних реалиях, потому что такие магазины, все-таки, это магазины повышенного спроса. Их любят потребители, и, как вы правильно сказали, потребители голосуют рублем. Но, на наш взгляд, тут именно нужно вести какое-то определенное регулирование с точки зрения распределения этих форматов. То есть, нужно определить, если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то будьте добры, продавайте тогда товары именно бывшие в употреблении, а не под видом стоковой одежды. Если вы позиционируете себя как стандартный магазин, тогда, соответственно, может быть, там реализовываться уже и стоковая одежда. То есть, тут необходимо как бы разграничение, потому что на сегодняшний день у нас этого разграничения, к сожалению, нет. И, возможно, вот здесь вот есть именно определенный правовой пробел. Именно в разграничении вот вида вот этой вот продукции. Что и, скажем так, создает определенные схемы для определенных субъектов хозяйствования, для, скажем так, ухода от уплаты определенных таможенных пошлин и так далее. И, соответственно, создает, скажем так, определенную конкуренцию нашим производителям. Я так понимаю, позиция Марта не противоречит позиции производителей в этом отношении, о том, что нужно разделять секонд и новый товар, который ввозит в нашу страну. Безусловно. Мы как раз-таки с Михаилом Валерьевичем очень согласны и очень достаточно тесно работаем в этой связи. И хотелось бы мне еще и подчеркнуть, что в настоящее время на законодательном уровне не установлены требования безопасности к продукции легкой промышленности, бывшего употребления, поступающей из-за рубежа. Тем самым техническими регламентами 7 и 17 руководствуются наши предприятия в производстве своей продукции. Это безопасность продукции легкой промышленности и также продукция предназначена для детей. А санитарные правила, там номер не буду говорить, ввоз и реализация поддержанных вещей секонд-хенд, утвержденные постановлением Главного санитарного государственного врача Республики Беларусь, отменены. И также на законодательном уровне отменено требование об обязательной санитарной обработке товаров секонд-хенд. У меня, как у нормального потребителя, возникает вопрос, как вообще можно продавать, извините, нижнее белье секонд-хенд. Из Китая. Ну, неважно, откуда бы оно было, но согласитесь, коллеги, ну вот кто пойдет покупать нижнее белье секонд-хенд, бывшее в употреблении. К сожалению, нет же представителей Минздрава, чтобы опровергнуть себя такой святой уверенностью, что всякие эти вещи должны проходить санитарную обработку. Ну вот... Да, но они же проходят санитарную обработку. Нет. Ну, те, которые под видом секонд-новые, ну там, наверное, нет смысла проводить, да? А те, которые настоящие секонд-хенд, они же не проходят санитарную обработку. Никто об этом не знает, на самом деле. Ну, в этом плане. То есть мы же, если, то, о чем говорит Светлана Владимировна, если приказ или постановление санитарного отчая отменены, то это уже на совести поставщиков. Да, и в данной ситуации мы как бы доверяем, или покупатель доверяет только поставщику, что это действительно было обработано в какой-то третьей стране, типа Гондураса, и привезено к нам как бы уже обработанным. То есть в этой части, когда мы уже в целом говорим про предприятия, да, тут надо говорить о том, что мы все-таки правовое государство, всегда себя позиционируем в правовое государство. На самом деле 99% наших производителей – это добропорядочные люди, которые соблюдают все законы даже с, значит, где-то больше, да, и внутренние стандарты и так далее. Поэтому в этой части хотелось бы, чтобы на рынке были правила знаковые для всех. То есть если безопасность нашей продукции требуется, желательно, чтобы и вся продукция была безопасна. То есть в этой части тут всего лишь маленькая ремарочка, в этой части, но то, что на сегодняшний день секонд-хенд, первое, он должен быть действительно секонд-хендом, и второе, безопасность для всех должна быть одинаковой. То есть если мы говорим за безопасность покупателя, потребителя, собственную безопасность, в принципе, должны бороться за это. Ну, вот и Михаил Валерь, да, пожалуйста. Ну, как может быть не проходить санитарную обработку, такие вещи? Мы же понимаем о том, что «наверно» проходит. Только слово «наверно» мы отдаем на откуп поставщику. Есть добропорядочные, которые действительно обработали, а есть, которые, и мы не можем это проверить. То есть это все на сегодняшний день, насколько, исходя из информации, на сегодняшний день отдано на откуп поставщику. Вообще надо сделать обязанностью санитарных служб. Это была обязанность, когда в 2003 году я специально делала себе эту ремарочку, что от 31-го, 12-го, 2003-го санпины номер 215. И мы говорим о чем? Что мы же все говорим и ратуем за безопасность, за здоровье. Коронавирус сегодня вспомнили. Поэтому мы не против тех же секонд-хендов. Мы понимаем, что это в любом случае на каждый товар есть свой покупатель. Почему мы должны? Мы говорим о единых правилах совершенно, не более чем. И вы, Светлана Владимировна, и Михаил Валерьевич, подчеркнули неоднократно о существующем законодательном пробеле, который не позволяет этот вопрос урегулировать. А что мешает выступить законодательной инициативой и этот пробел ликвидировать? Смотрите, смотря, во-первых, какую плоскость рассматривать. Если говорить непосредственно о требованиях технических нормативных правоактов и санитарно-гигиенического законодательства, то тут, возможно, есть определенные требования с точки зрения Министерства здравоохранения и госстандарта. К сожалению, сегодня представители не присутствуют, поэтому подискотировать. А также правила эпидемиологические, соблюдать определенную дистанцию. Да, что касается непосредственно механизмов продажи и организации продажи данных видов изделий, то регулирование есть. У нас есть постановление Совета Министров, которому утвержден правила продажи отдельных видов товаров. И там есть отдельная голова 9, которая посвящена именно товарам, бывшим в употреблении. Но, опять же, о чем я говорил ранее, там нет каких-либо ограничений для субъектов хозяйства, не осуществляющих реализацию товаров такого рода, по разграничению. То, что, условно, если ты реализуешь только товары бывшего употребления, будь добр, тогда товары новые не ставь на полку. То есть, возможно, именно с этой точки зрения мы сейчас прорабатываем активно вопрос именно по корректировке этих правил, по четкому разграничению и определению формата работы данных магазинов. То есть, это будет, скажем так, норма не императивная, не директивная, не ограничительная. Она просто установит определенный порядок, определенные требования для объектов такого формата. Но не могу назвать данное решение каким-нибудь революционным. Также в нем не усматриваются какие-либо ограничения, либо признаки, которые могут в дальнейшем способствовать нарушению антимонопольного законодательства с точки зрения ограничения конкуренции. Это скорее будет именно упорядочение формата работы такого рода объектов. А вот с точки зрения антимонопольного законодательства, ну и интересов предприятий Ледпрома, предприятий, которые не входят в концерн. Изделия из хлопка, да? Да. Мы в ВСИ накануне прокачивали эту тему, в том числе общались с экспертами, которые работают с этой темой. Хотел бы ваше мнение узнать. Нужда ли цели Беларусь в создании такого, не знаю, предприятия монополиста, поставщика хлопка извне к нам в страну? Ну, это повредит развитию предприятий Ледпрома в нашей стране или наоборот пойдет на пользу? Слушайте, на самом деле без подготовки не могу так однозначно ответить на этот вопрос. Но в любом случае позиция министерства такова, что и мы везде позиционируем, что монополизм это не есть плохо. У вас название это зашито просто. Да, плохо, когда монополист, скажем так, злоупотребляет своим правом. То есть вот это является корнем зла с точки зрения непосредственного развития конкуренции. А коллеги-производители как считают? Да, вот это, наверное, все-таки, да, Григорий, чем ближе эта тема, какой-то профиль предприятий. На самом деле здесь вопрос вообще в целом стратегии, как бы в целом стратегии Ледпрома на территории истории Беларуси, потому что, в общем-то, есть разные примеры в мире, как ведет себя, значит, та или иная страна в части там обеспечения средств, вот Анна Владимировна там экспорт в историю нас пыталась ввести, я как бы тоже могу сказать, что 91-й год, вот и развал нашего бывшего Советского Союза, нашей бывшей страны, это для легкой промышленности вообще катастрофа. Фактически турецкая, китайская легкая промышленность, частично индийская легкая промышленность, она создана на костях легкой промышленности Советского Союза. И здесь разговор там под видом любых регулирующих норм, защиты, перезащиты там, значит, громких слов, мы всегда должны видеть за этим зерно. И в данной ситуации я сейчас не хочу отвечать там впрямую на вопрос, нужен ли монополист по ввозу сырья. Это, конечно, разговор, наверное, даже не круглого стола. Но то, что страна должна четко понимать, если нужна легкая промышленность, то в какой-то мере нужна и поддержка, потому что не обязательно поддерживать только в части сырья. Андрей Геннадьевич сказал, что есть энергетические затраты, которые несут легкая промышленность, достаточно высокие. Затраты еще с точки зрения поддержания рабочей силы, потому что зарплата и утилизация, так скажем, рабочей силы в легкой промышленности, она гораздо выше на рубль продукции, чем в других отраслях. Это, ну, как бы немножко другая история. Заниматься тем, чтобы монопольно поставлять страну, это, наверное, история вторая. Но могу так справочно сказать, что хлопок растет не только в Средней Азии, да, он растет по всему миру. Там из своего опыта я скажу, что мы работали и с американским хлопком, мы работали там и с африканским хлопком, и с сирийским хлопком до событий вот этих всех. И хлопок везде плюс-минус растет. Тут биржевой товар, который можно достаточно свободно относительно ситуации купить. Для Узбекистана, например, который сегодня развивает свою легкую промышленность достаточно интенсивно, у них принята директивная стратегия по невывозу хлопка из страны. То есть ты можешь вывезти только готовую продукцию в виде пряжи, в виде суровых полотен, готовых тканей. И они эту политику продвигают. То есть на мой взгляд это не совсем там конкурентная позиция, я думаю, что как бы тут через несколько лет мы посмотрим. Но вместе с тем хочу сказать, что есть страны, которые являются как чистыми экспортерами хлопка, так и чистыми импортерами хлопка. Еще раз повторю, что создание вот такого агрегатора или инструмента с точки зрения монопольного поставщика хлопка в страну, его надо обсуждать, чтобы не было на самом деле хуже в части, как сказал Михаил Валерьевич, злоупотребления и всего остального. Поэтому в этой части, конечно, надо просто там конкретно подумать. На сегодняшний день мы подстраиваемся под эту ситуацию, дефицита хлопка на рынке мы не ощущаем. Несмотря на то, что Узбекистан в русских заказах сможет. Понятно. Но пока этот вопрос, я так понимаю, не актуален. Он не актуален. Но скорее надо, скорее, Викторич, надо говорить о том, что надо определиться, нужна ли промышленность легкая для Беларуси в целом. Если она нужна, то, соответственно, и... Ну, знаете, наверное, он не стоит в целом, да, но если он не стоит, соответственно, и все инструменты должны быть заточены на эту задачу. Да, и с точки зрения поддержки как частного, так и государственного производителя, с точки зрения защиты потребителя. И я могу сказать, что если бы мы сегодня с вами попробовали белорусский секонд-хенд завести в Европу, ну, просто ради интереса. Я вас уверяю, что разговор был бы 100% противоположный. И вот эти моменты, когда вот... Ну, мы сейчас говорим про секонд-хенд, я прошу прощения, Лазарь. Про стоку. Да, про стоку. В смысле, положительные были бы моменты. Отрицательные были бы моменты. От нашей продукции. От того, чтобы мы завезли там необработанный товар, например, в Швецию, где как бы культ на самом деле есть такого, знаете, как вы сказали, потребления, да, устойчивого потребления. Или завезли бы контрафактный товар, к примеру, который тоже на белорусском рынке, к сожалению, в последнее время стал достаточно серьезно нарастать, да. То есть это так называемые там магазины Средней Азии, где непонятно, что продают. И в этой части, на самом деле, если мы говорим, что легкая промышленность нужна, давайте мы все-таки те правила, которые в Беларуси есть, хотя бы будем соблюдать. Для всех одинаково. Ну, собственно, один из существенных моментов, который связан с токовой товар. Почему они наносят урон легкой промышленности. Ну, вообще, в принципе, рынок, это связано с тем, что они заезжают сюда без любой идентификации, собственно, это стоковый товар или секонд-хенд. И, как правило, они возятся с субъектами хозяйственными, которые не уплачивают НДС. То есть, собственно, 20% от объема они потеряются. Вот, к примеру, чек на эти товары, которые мы купили, видите, без всякой идентификации, собственно, 53 рубля сумма стоит и все. А вы покажите Михаилу Валерьевичу, это вот, я не знаю. Ну, я думаю, что это знакомая история. Это надо к министерству по аналогам избавиться. Не конкретно. Ну, собственно, речь идет о том, что были равные условия конкуренции для всех игроков, которые участвуют на рынке. Ровным счетом ничего, ни больше, ни меньше. Мы, коллеги, уже, кстати, подходим к резюмирующей части. А можно еще, извините, пожалуйста, вот, Иван Григорьевич, вы говорите, что наш секонд-хенд отвезти куда-то за рубеж. Вы знаете, я очень часто бываю в России, и коллеги, кто работает в защите потребителей, я с ними в основном встречаюсь. И они всегда спрашивают, вот, и восторгаются нашей продукцией легкой промышленности. Ну, не секонд-хенд. Ну, не секонд-хенд. В том числе в Российскую Федерацию мы продаем на экспорт. То есть в этой части все-таки предмет разговора защиты внутреннего рынка, потому что, ну, я уж, извините, как бы за риторику, любая война начинается с того, что свою территорию надо отвоевать, а потом уже воевать чужие. Поэтому не будет подмены. Если мы здесь свой рынок проиграем, мы никогда его не заместим чужим. Абсолютно верно. Мы сразу потеряем экспорт. Это 100%. Мне кажется, что у вас и конкурентов нет на внутреннем рынке. Это благодаря работе команды, которая работает сегодня на блоките. Я вас уверяю. Я, то, что появляется сегодня, в том числе вот в этих магазинах, как это называется, аутлеты и так далее, когда для того, чтобы произвести комплект постельного белья, необходимо пройти порядка, там, 15-20 технологических процедур всяких процессов, да. Их можно подменить, их можно сделать дешевле и так далее. И разговор о том, что наш законодатель в свое время сделал очень хорошее правило. Для того, чтобы понимать, ты берешь комплект, есть упаковка, есть этикетка, есть соответствие вы как... Представитель общества абсолютно правильно говорит о том, что все эти признаки позволяют потребителю быть гарантированно того, что он не всунут какую-то ерунду в руки. А сегодня начинает появляться товар, который мы фактически используем как первая группа контакта с телом, без этикеток, контрафакт. Вот у меня на столе лежит. Мы на сегодняшний день самостоятельно стали делать отборы. У нас есть криптовалаборатория. И в этой части как бы 20% комплекта поселения из того, что мы отобрали, конечно. Это не соответствует нашим внутренним стандартам. Иван Григорьевич, дело в том, что в законе о защите прав потребителей есть 12 глава, там пункт 5. Если товар представляет опасность для жизни и здоровья, то его нужно изымать с рынка и отзывать от потребителей. И почему, если у вас такие бесспорные есть доказательства, почему это не делать? По крайней мере, это уже делается у нас в республике. Анна Владимировна, мы это делаем. Я еще раз говорю, ситуацию мы немножко поменяли. То есть у нас было раньше в Министерстве торговли стал март. У нас сейчас как бы идет, как называется, стимулирование предпринимательской деятельности. Но, к сожалению, она направлена в первую очередь на ритейл, а не на производство. И под маркой вот этих всех хороших, замечательных изменений мы выпускаем некоторые вещи. Может быть, это как, знаете, как пена на море, схлынет и будет все хорошо. Но в данной ситуации, хочу сказать, пока в моменте, мы же не государственный орган, который предназначен. Я должен производить и продавать, правильно говорить, заниматься. Производить и бороться так же, а не ваш имидж так же страдает. Конечно, мы с этим боремся, но мы, как это назвать, как тот Дон Кихот на самом деле. Бороться можно, но нужен результат. Поэтому в этой части те обращения, которые у нас есть на госстандарт, они поддерживаются. Но я просто говорю, что таких случаев, что там 3-4 года назад, не было вообще. Абсолютно нет. А сегодня это начинает появляться. И это очень плохой признак. И сегодня это чувствуем мы, завтра будете чувствовать вы. А учитывая, что, скорее всего, что где-то, наверное, покупательская способность там не будет так быстро расти, как нам хотелось бы. Эти факты будут во всем мире. Весь потребительский спрос будет сужаться. Количество производственных мощностей, скорее всего, так быстро сужаться не будет. Куда будет этот товар? Он будет по всему миру разлетаться. И если мы сегодня оставим так, как есть, завтра это просто будет сплошным потоком. Потому что узбекам надо куда-то продавать, таджикам надо продавать. Потребление в мире будет сужаться. Если мы не будем защищать свой рынок, не будем защищать своих потребителей, мы будем завтра, ну не знаю, слово Гондураси уже три раза звучало. Не дай бог. Да, вопрос защищать рынок, это же не значит ввести ограничения. Мы тут боремся за статус рыночной экономики, который дает определенные бонусы. Просто запретить, запретить. И со ваших слов, я так понимаю, вы не выступаете за такую позицию. Поэтому в вопросе, как повысить конкурентоспособность и снизить себестоимость продукции, которая производится у нас, какие шаги нам нужно сделать? Вот в рамках дискуссии, в которой мы прозвучали, и проблемы, которые поднимались от Михаила Валерьевича, я уже услышал, что что касается вот этого законодательного пробела, то мат в этом направлении работает, движется. Теперь, что касается конкурентоспособности и себестоимости. Что здесь нужно сделать, чтобы мы могли нормально конкурировать с продукцией, которая приходит к нам из-за рубежа? Собственно, если мы посмотрим, начиная, возвращаясь, не к ночи, будь помянутый сэконхэн, условно говоря, вы знаете, что стоимость килограмма сырья, таможенной пошлины за килограмм сырья, которое возится в страну, вывозится его подприятием, оно в абсолютной величине выше, чем стоимость, которую оплачивают те предприятия, которые импортируют эту продукцию. То есть, условно, если они оплачивают 20 центов за килограмм, то предприятие оплачивает от 50 до 1,5 долларов за килограмм возимого сырья, из которого еще есть отходы и технологический процесс и все остальное. Это один из факторов. Вторая часть... Это один из резервов, как сократить, снизить себе стоимость. Мы говорим о равенстве условий. Да, мы понимаем, что в правилах Евразийского союза у нас согласованы и процентные, и обвалорные, и величина на эти сэконхенды. Но, собственно, речь идет о том, чтобы уплачивалось НДС. То есть предприятие, кроме того, что и уплачивают сырье, и то, что уплачивают перекрестное специализирование по электриктерам, но ведь еще и уплачивают от ВОЗа до реализации готовых продукций НДС. Мы видим, что наши уважаемые конкуренты, которые так очень бурно растут, ведь еще один момент. Что касается величины, на встрече в концерне позвучало о том, что на сегодняшний день в стране появилось за последние 3-4 года численность магазина сэконхенд достигла 1600 единиц торговых объектов, от 100 метров фактически, посмотрите площадь. А магазинов вот этого замечательного импорта достигло 600. Это на самом деле, да, причем площади у них от 400 до 2000 метров. То есть реально это уже сеть гипермаркетов фактически. Но важно, чтобы подход к ним был такой же, как к любому другому субъекту хозяйственной Республики Беларусь. Не только. То есть, собственно, если любая продукция, которая существует в Беларуси, возможно следить, кем произведена, когда произведена, из чего произведена и так далее, каким образом, если она импортирована, то импортирована даже ведь от этого страдает не только производитель, но, собственно, и организация ритейла, компании, которые официально ввозят Республику Беларусь. Собственно, этот ущерб наносится всем. То мы видим изделия, которые просто массово торгуют контрафактом. Ну, условно, кроссовки Nike за 10 долларов. Я думаю, Nike такого не слышал. Насок Рибок, я слышал. Да, вот Рибок, вот условно, сколько он здесь стоит. Ну, рубль мы его покупили. Замечательно. Я думаю, Рибок даже не знает. Ну, а вдруг знает. Ну, или, собственно, вот детское белье, опять же, произведенное с кем-то. Вот если мы захотим его понять, где же его и кто когда произвел, мы можем попытаться это найти. Вот вся этикетка, которая здесь есть. То есть, собственно, мы говорим о том, чтобы правила для всех были одни. Налоговые ставки были для всех одни. Всего лишь. Фактически, при равенстве условий, мы не боимся детекции, мы не боимся каких-то других, которые компании. Нормальная конкуренция позволяет расти, позволяет изучать новые технологии. Позвучает осваивать новые методы маркетинга. Это замечательно, когда сюда приходят крупные сильные игроки. Только у сильных игроков ты можешь учиться чему-то. Я знаю, что многие предприятия официально приглашают себе иностранных заказчиков для того, чтобы получить технологии. Мы приглашали себе. Я знаю, что Меловица в свое время стала Меловица, потому что очень много лет работала для Триумфа. Но чему можно научиться у предприятия, которое привезло под полу что-то и вот продает за 30 лет? Собственно, нет уже такого технологии чего-то. Это всего лишь знание, как можно проехать, я не знаю, в Средней Азии. Я хочу сказать, добавить мысль, просто немножко в другую сторону потом повернуть. Реально на сегодняшний день закончилась эпоха, когда потребление росло относительно. Сейчас глобальное перепроизводство. И многие бренды, особенно про это порты, они свои коллекции даже уничтожают. И в данной ситуации те поставщики, которые сюда поставляют вот этот стоковый товар, так называемый, фактически он уже заработал. И сегодня на своем рынке почему они его не продают? Доллар носки или даже там рубль носки, это в лед уйдет на любом рынке. Почему там? Давайте вопрос задним. Почему там их нет? Во-первых, потому что это законодатель, а во-вторых, для того, чтобы не подрывать собственный рынок. Абсолютно верно. Иначе как они продадут свою новую коллекцию? Абсолютно верно. И в этой части, конечно, первое, что надо сделать, то есть надо развить, наверное, возвращаясь к вашему вопросу, на две части его. То есть это внешняя среда, которую необходимо все-таки привести в соответствие. Те пробелы, которые где-то, может быть, мы излишне убрали с точки зрения регулировки законодательства, их надо восстановить. Без ущерба, конечно, для нормальной конкуренции. Это одна история. И, безусловно, там смотреть в части и интеллектуальное законодательство, законодательство в авторском праве и об защите потребителей с точки зрения здоровья и так далее. Вот это все надо просто привести в соответствие. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, еще раз повторяю, что конкуренция между производствами будет нарастать. И однозначно, что это будет просто поток вот этот. Он будет пытаться попасть, в том числе, на наш рынок. Это одна история. Вторая история, конечно, внутренние вопросы предприятий. Андрей Иванович правильно говорит, мы много работаем для того, чтобы найти новые технологии, привлечь специалистов, подсмотреть у конкурентов и так далее. Ну и понятно, что мы находимся, учитывая, что мы страна без, так скажем, такой газовой составляющей, мы зарабатываем только своим интеллектом, своими мозгами и так далее. Это в этой части, конечно, там мы работаем, чтобы и любой кризис, наверное, он всегда стимулирует увеличение этой работы с точки зрения снижения себестоимости внутри процессов и с точки зрения увеличения добавленной стоимости там где-то возможно за счет маркетинга мероприятий и так далее. И, конечно, там, может быть, конечно, не такие мероприятия, как в части создания монополиста по хлопку, но то, что надо сегодня выработать шаги по поддержке, в первую очередь, производителей, людей, которые создают рабочие места, в части поддержки по энергетике, в части поддержки по созданию рабочих или поддержанию тех же рабочих мест, значит, по реструктуризации задолженности, которые, когда ты создаешь основные фонды, это как следствие в любом случае есть. В этой части, конечно, надо тут целую программу дорабатывать, ее надо делать. Я считаю, что здесь есть у нас и перспективы, и любой кризис, я думаю, что он делает нормальные предприятия, бизнесмены только сильнее. Спасибо, Иван Григорьевич. Вы, по-моему, очень емко, очень четко обозначили проблемы, которые надо решать предприятиям, объективные проблемы, движения по решению которых уже есть. Об этом говорил у нас представитель Марта. Важно, что мы здесь услышали, что для того, чтобы наши предприятия легкой промышленности работали, платили налоги, приносили эстетическое удовлетворение покупателям, приносили пользу тем, кто работает на этих предприятиях, это добросовестная конкуренция. Как мне показалось, вот сегодня это проходило красной линией. Ну что ж, коллеги, спасибо большое за эту экспертную среду. Напомню, сегодня мы обсуждали вызовы и риски, которые стоят перед легкой промышленностью. Это был проект BC и Белта «Экспертная среда». Увидимся через две недели.